Добрый день! В этом году мы отмечаем юбилей четырех выдающихся мореплавателей. 470 лет со дня рождения Вильяма Баренца, 450 лет со дня рождения Генри Гудзона, 415 лет со дня рождения Семена Дежнева, 540 лет со дня рождения Фернанда Магеллана. Как известно, самые выдающиеся географические открытия совершались непреднамеренно, можно даже сказать случайно. Выходило так, что мореплаватели искали одно, а находили совершенно другое, причем гораздо более ценное. Вот только эта самая ценность редко осознавалась современниками и самими исследователями, и многие из первооткрывателей окончили свою недолгую жизнь без вестности, а то и в опале. Но потомки умеют быть благодарными, и сегодня имена героев прошлого носят реки, моря, страны и целые континенты. Давайте же немного поговорим о том, чем прославились эти люди. Вспомним героическую историю открытия и покорения Тера Инковнита, новых участков суши и неизвестных племен аборигенов, проживающих там. Итак, Вильям Баринс, голландский мореплаватель и исследователь. Вильям Баринс известен благодаря его длительным и опасным экспедициям в арктические районы земного шара, преследовавшим практическую цель – поиск короткого пути в Китай и восточную Индию, минуя берега Испании. Ни в Китай, ни в Индию Баринс не попал, однако его экспедиция имела огромное научное значение. В первую экспедицию Баринс отправляется из Амстердама в 1594 году. В ходе плавания Баринс дошел до Новой Земли, попытался обогнуть ее с северной стороны, но достигнув северной оконечности ледяного мыса и мыса Карлсона, экспедиция вернулась на родину. Во время плавания моряки много общались с племенами поморов, расспрашивали их о природе края и особенностях климата. Все сведения подробно записывались в бортовые журналы. В 1596 году была снаряжена третья по счету экспедиция из двух кораблей, и Баринс отправился в поход всего-навсего штурманом. Благодаря этому путешествию на карту был нанесен Медвежий остров, входящий в состав архипелага Шпицберген и многие другие объекты. На этот раз новую землю удалось обогнуть и войти в бассейн Карлского моря. Во время этого странствия было составлено точнейшее описание береговой линии Новой Земли. Команда под предводительством Баринса высадилась на новую землю и становилась там для зимовки. Это была первая зимовка в истории покорения Арктики. Моряки охотились на песцов белых медведей, шили из шкур теплую одежду, дикованные пушистые шапки. Баринс заботился о сохранности здоровья команды. Однако цинга настигла самого Баринса. Зимовка длилась всю полярную ночь. Бывали жестокие морозы, снильные снегопады, угрожавшие всей команды гибелью, постоянные нападения белых медведей. Как только Карлское море начало освобождаться от ледяного панциря, экспедиция окончила зимовку и отправилась на двух шлюпках. Во время этого плавания Баринс умер и пришлось его похоронить на Новой Земле. Сэр Генри Гудзон, он же Хадсон. В 1609 году английский мореплаватель Генри Гудзон заключил контракт с Ост-Индской голландской компанией и на небольшом корабле полумесяц отправился в свою третью экспедицию в Арктические воды. Суровые погодные условия и непроходимые ледяные поля оказались для команды слишком сложным испытанием. На корабле начался бунт. Гудзон принял решение повернуть к берегам Северной Америки и попытаться найти проход в Тихий океан. В течение четырех месяцев он обследовал побережье нового материка. В июле достиг острова Ньюфаундленд. 11 сентября 1609 года открыл остров Манхэттен. Позднее в устье реки Гудзон голландцы основали город Новый Абстердам, ставший затем Нью-Йорком. В 1610 году теперь уже британская Ост-Индская компания наняла Гудзона капитаном следующей экспедиции к берегам Северной Америки, снаряженной лондонскими купцами и предпринимателями. Они надеялись, что опытный мореход на этот раз сумеет отыскать проход к Тихому океану и новые земли для английской короны. 17 апреля 1610 года парусное судно «Дискавери» под командованием Йенри Гудзона вышло из Лондона. Достигнув 11 мая берегов Исландии, «Дискавери» направился к острову Гренландия. Обогнув его южную оконечность, он взял курс на запад. Вскоре на горизонте показались очертания незнакомой земли. Это был архипелаг Баффинного земля. Обогнув его с юга, «Дискавери» вошел в пролив, позже названный именем Гудзона. Со временем многие матросы начали болеть, на «Дискавери» назревал бунт. Команда требовала возвращения в Англию, однако Гудзон убеждал матросов не сдаваться. Наконец, на юге показалось свободное от льда обширное водное пространство. Позже этот крупный залив американского континента был назван именем Гудзона. В ноябре лед запер корабль в заливе Джеймс, и команда осталась на зимовку. Построили избушку, начали охотиться, запасать продукты, ведь съестных запасов на корабле было мало. Морозы усиливались с каждым днем. Со временем столбик термометра стал опускаться до минус 45. Люди начали болеть, свирепствовала цинга, все чаще вспышки гнева и ссоры нарушали и без того напряженную атмосферу. За любое непослушание Гудзон грозил повешением. Гудзон предпринял вылазку вглубь материка в надежде отыскать индийские поселения и пополнить запасы продовольствия, но его поход окончился неудачей. Вернувшись, капитан обнаружил, что оставшиеся члены команды готовятся к отплытию. Корабль к тому времени освободился от льда, и моряки были полны решимости вернуться в Англию. Гудзон же планировал продолжить экспедицию. Назревал мятеж. Заговорщики связали Гудзона, его сына и еще семерых верных капитана людей и спустили в шлюпки на воду без каких-либо припасов. Далее о судьбе Гудзона и его людей ничего не известно. Впрочем, несложно догадаться, какая ужасная участь их постигла. Фернандо Магеллан. 20 сентября 1519 года. Флотилия из пяти кораблей под командованием опытного португальского испанского мореплавателя Фернандо Магеллана, носившего гордый титул Аделан Дада вышел из порта Сан-Лукар-де-Барамеда, устья реки Гвадалквивир и отправился в путь. Команда обогнула восточный берег Южной Америки. В марте 1520 года часть моряков выразила желание вернуться в Испанию, но Магеллану удалось успокоить назревавший мятеж. В мае 1520 года был потерян корабль Сантьяго, поэтому экспедиция продолжалась на четырех судах. В сентябре Фернандо Магеллан вместе с флотилией прошел пролив, названный позже Магеллановым. Сразу после этого корабль Сан-Антонио возвратился в Испанию. Флотилия Магеллана вышла к Тихому океану и проходила его более трех месяцев. Прибыв к островам, позже названных филиппинскими, мореплаватель решил подчинить население испанскому королю. В стычке с туземцами 27 апреля 1521 года Магеллан был убит. Из пяти кораблей на родину вернулся только один – Виктория. Итак, именно Магеллан командовал экспедиции, совершивший первое известное кругосветное путешествие. Он открыл пролив, позже названный его именем, став первым европейцем, проследовавшим по морю из Атлантического океана в Тихии. К слову, Магеллан не только открыл короткий прямой путь в Индию, его плавание имело большое значение для географической науки в целом. Он был первым, кто обогнул южную часть Америки. Благодаря этому было вычислено размерное соотношение между водой и сушей на земле, а также доказано преобладание водной глади. Семён Иванович Дежнёв. Надо сказать, что русский путешественник, землепроходец, мореход, исследователь Северной и Восточной Сибири и Северной Америки, казачий атаман и торговец с пушниной, Семён Дежнёв стал исключением и всех четырёх мореплавателей, о которых мы сегодня говорим. Лишь он один вернулся домой живым. Неся службу на Колыме, Дежнёв стал участником промыслового похода торговца Федота Попова. Была сформирована экспедиция в составе 90 человек, которая летом 1648 года вышла в открытое море на семи судах. В сентябре Дежнёв и его спутники заметили мыс в Беринговом проливе, которому они дали название «Большой каменный нос». Это была крайняя точка Азии на северо-востоке, которая спустя время была названа мысом Дежнёва. Вскоре судно Дежнёва разбилось о скалы. Мореплаватели были вынуждены пристать к берегу, где в схватке с Чукчами Попов был тяжело ранен, и Дежнёв остался единственным руководителем экспедиции. В тяжёлом походе к устью реки Анадырь погибла половина землепроходцев, с оставшимися в живых Дежнёв перезимовал, а летом 1649 года на отстроенных лодках поднялся вверх по течению на несколько сотен километров. Обнаружив поселение неизвёстных племён, Дежнёв устроил поблизости зимовье, на месте которого был основан Анадырский острог. В Анадырском остроге Дежнёв оставался до 1662 года, а после с богатой костяной кладью отправился в Москву. За заслуги перед землёй русский царь пожаловал Дежнёву жалование за все его годы жизни в Сибири, а также звание атамана. Исследования и открытия Семёна Дежнёва имели большое значение для России. И так им был открыт и подробно описан проход из Северного Ледовитого в Тихий океан. Созданы новые карты, имевшие большое стратегическое значение. Открытый в устье реки Анадырь залежи моржей. Открытый Дежнёвым пролив стал доказательством прямого сообщения Северной Америки и Азии. Уважаемые друзья, сегодня мы совершили с вами небольшое географическое путешествие и узнали немного больше о знаменитых мореплавателях прошлого. Также напоминаю вам, что в фонде библиотеки имени Крупская содержится немало интересных изданий, которые раскроют историю прошлого вам ещё больше.